Девушки отдыхают Но на то были свои причины В сегодняшнем ролике я хочу вам рассказать про свою 2103 Которую я купил уже как год назад Но все не мог снять про нее видос Опять же на то были причины Постараюсь заливать меньше воды Для чего в принципе я хочу снять этот видос Ну просто опять же показать что у меня за машина Что она из себя представляет Рассказать о ней от и до все что с ней было До меня, со мной Какие планы И также тем же самым видео Ответить на часто задаваемые вопросы Про которые мне уже надоело отвечать постоянно И я буду просто говорить Вот есть видео, смотри Все будет разобрано Ладно Не будем мельтешить Извиняюсь я уже отвык от камеры Да я к ней собственно и не привыкал Это вас Да 2103 76 года выпуска Я являюсь вторым владельцем Ну По документам вроде как третьим Но по факту я второй Потому что там были Там скажем так Ну машина переходила в наследство А из горжана не выезжала То есть там досталась Не помню Жене Либо Внучке машина И вот они ее и продавали Непосредственно Смого дедушка я уже не застал Потому что он умер где-то По-моему лет 5 назад Ну Я не помню точно Но не так давно На самом-то деле Давайте-ка начнем с внешки Тут по сути особо нечего так рассказывать Много И постепенно перейдем в салон В багажник И подкапотку Итак По внешке Мы видим машину оранжевого цвета Еще в родном Лакокрасочном покрытии То есть да Этот акрил Вот тут я уже его старался Ну пополировать Но пока что-то еще руки не доходят У машины пополировать Машина вся Вот в таких вот подкрасиках То есть это тут идет Цинк по-моему Олова Или там еще чего подобное Короче Мне дали такую баночку смеси Еще плюсом Ну перемешку с рыжим оттенком Которую добавляешь в акрил бесцветный Перемешиваешь и наносишь То есть это Ну старая советская такая Не знаю Лайфхак что ли По уходу за машинами Ну вот эти вот подкрасы старые Раньше не было кисточки с эмалью А приходилось все делать так вот вручную Но зато С этими вот подкрасиками Машина Конечно да Она вся в них То есть очень много Вот их прям видно То что машина грязная Вот но благодаря им Машина до сих пор живая И не сгнила То есть вообще Там да есть Там ну такие пару очагов Под креплением Переднего поддомкратника В багажнике от глушителя Ну стандартная тема А чего-то такого глобального Вообще нету Машины установлены Родные 13 штампы Только шестерышные А родные троечные Которые идут С такими небольшими Отштамповками Вот в этих местах Я их случайно По незнанке Пустил на разварке То есть они у меня сейчас Да На летних колесах На разварках Которые Такие более-менее Максимально Решил приблизить К лоурайдеру То есть там колпаки Конусы Полка Хром Все дела Вот И в принципе все Ну Благо шестерышные Если ставишь То ничего критичного нету Перекрасил их В рыжий цвет Не знаю Что-то захотелось Это так-то у меня Зимние колеса Да и На улице у нас уже Скоро уже Снег пор раз Упадал даже Вот Думаю Хотел даже Перекрасить их В серебристый В родной Обратно Одеть родную Резину Чтобы Было Прям вообще Ну По Реста-реста Но Все-таки Прям вообще На полном стоке Вот Я откидаюсь Неохота ездить И в то же время Как бы Хочется То есть Не знаю Либо Ездит такой На стельке Либо В полном стоке Вот Не знаю Как бы Стараюсь И то и то Делать Также По поводу колес Установлены Лайтволы Тоненькие Делают их В Турции Ну Как тут Майден Турция Где тут У нас есть Покупала В группе Вконтакте За 1800 Что ли По скидке Они достались Мне Так Дальше Машина Полностью В родном Хроме Кроме Вот этих Решеток Вот Все кто шарит Понимаю Что они Тут Как бы Ну Не по году Стоят У меня Тут у меня Шли черные Но я Еще с Рагулоча Кто помнит У меня была Белая шестерка Рагулоч Вот На них Стояли Ну На ней Стояли Вот эти вот Решетки Я их переставил Сюда Потому что Черные Ну Черные Не охота Я хочу Все в хроме Чтобы было Максимально Вот Фонари Уже поставил Я сам Польские Тут стояли Made in USSR Поставил Польшу Вот так же Ну Не хватало Рамки Подсветку Номера Поменял У меня стояла Такая Более Все страшная Восстановил Ну Почти Да восстановил Значок Осталось Только надпись Сделать Белым Вот А так Все В хроме Также Поменять Резинку Ну Не резинку А Замок Дворники Тоже здесь стоят Уже От Рагулыча То есть СССР Максимально Хромированные Ну Плюс у меня Я их еще Полировал Правда Они имеют Небольшой Люфт Такой Ну Неприятный Довольно Таки Вот Поставил Так же Пластиковые Эти Хром Решетки Тут стояли Черные Ну Ну И Антенна Попутно Зеркало Тоже Не штатное Поставил Новодел Круглый Такой Аккуратный Правда Он уже за год Эксплуатации Машина стояла Всю прошлую Зиму Он покрылся С точками Поворотники Я поставил Советские То есть Те были у меня Лопнувшие Все Нет Они присутствовали Но они были Такие страшные Все Я такие вот Поставил Тоже СССР Аккуратные Правда Они чуть Различаются С уголками Но Пока Не удалось Купить нормальную Пару По оптике У меня Посередине Стоят Ну Дальний свет ДДР Родной Ближний свет Тоже Были ДДР Но Одна По моему Вот эта Была уже Русского Производства Я просто Поменял На стекло От туманки И Также Второе Потом Чтобы Хоть Как-то Так Было Одинаково И то Они По внутрянке По отражателям Немножко Меняются Под Восстановил Я Подфарники С бампера Убрал Клыки Потому что Ну Хотел Такую Морду Сзять Более Плоскую Вот Номер Перенес Чуть Вниз Ну Опять же Затрагивая Салон Поставил Хром Зеркало Это Как бы Шестерочная Ну Тройка Шестерка Только В хроме Оно Вот Лобаж Я уже Менял Это Чтобы Мне Надо было Ее на себя Переписать Лобаж Был треснутый Родной Остальные Стекла Все Родные Вот Бампера Тоже Все Все пороги Родные А Нет Вру Пороги Тоже Сарагулыча Или Я даже По-моему Докупал Еще Новые Отдельно В общем У меня Их Две Пары Было Даже И Докупал Передние Сабли На Арке Потому что К сожалению Машина досталась Без передних Арок Без Этих Порогов Но Уже Радовало То что Были Дырки Под них То есть Они Стояли Я Просил Прямо Предыдущих Хладельцев Их найти Но К сожалению Вообще Ничего Не Нашли Ну Зато Машина Была Полностью В Хроме Ну Как бы Даже Не хватало Этого И мелочевки Я докупил И зато Машина Полностью Вся Комплект Как Она Должна Будь Тут Рассказывать Больше Нечего По внешке То есть Как сами Видите Родная Краска Да В подкрасах Да Диски Тоже Практически Максимально Родные Ну Я тут В таком Небольшом Распуте Либо Сделать их В сток В полный Машину Пропадение А да Кстати А машина На пиленных Пружинах А все Остальное По подвески Родное То есть Даже Это я Уже Купил Пиленные Пружины А родные Пружины Они у меня Лежат То есть Я могу В любой момент Поднять машину В стоковое состояние Как она была Изначально То есть Если что Все Возвратимо В сток В багажнике Полный порядок Вот Чуть-чуть Не успел я Застать Вот этой Наклеечки Вот здесь Которая шла Ну Открасил я Весь Пластик В этот же Родной Серый Ну Максимально Подобрал тон Сумку Очистил Всю Набил ее Инструментом Родным То есть Там Одной Насос Еще Который Саргул Еще Был Советский Кривой Стартер Ну И так По мелочи Инструмент Подсветка Все Это Работает Коврик Очистил Не было У меня Чехла Запаски Я Во благо Нашел На разборке Буквально Только Этим Летом Не порванный У меня Был Еще До Этого Но Он Был Такой Некрасивый Все Не Прям В идеале Ну Во Во много Лучше Чем Было И Даже Во много Лучше Чем Его Нету Запаска Кстати Стоит У меня Копейки Мы Копейку Покупали Вот Я С нее Слямзил Себе Запаску То есть Еще Видите Родная Резина С Диск Открашен Копейки Благо Для Тройки Копейки Диски Это Не так Сильно Критично Ну Может Потом Если Получится Найти Еще Троечный Диск Я Лучше Троечный Поставлю И Резину Троечную А Домкрат Тоже Здесь Стоит Советский В Идеальнейшем Стоянии Ну Практически В идеальнейшем Есть Конечно Чуть Потертости Но Он Даже По-моему Не юзанный На месте Вот этот Ремонтный Набор ВАЗ Тоже Что не мало Там Бензобак Собственно Тоже Все Под Пластиком Вытиралось Промывалось Мовилилось Лежит Картонка Специально Чтоб Ничего Не громыхало Ну Защитил Машину Максимально То есть Сделал Стоковое Состояние И Навел Порядок Чтобы Все это Красиво Было Аккуратно Чтобы когда даже Разбираешь Все там Было Чисто Поставил Новую Розинку Уплотнительную Вот Она здесь Была Вообще Старая Сохшая Оно По кузову Имеются Кстати Вот такие Небольшие Дефектики По Родным То есть Швам Или как Правильно Назвать То есть Та же Надо будет Машина Уж когда Красит Это все Будет Дело Нормально Зачищаться Вот В принципе По багажнику Все Замотчик Работает Все Аккуратно Красиво Закрывается Ну что Перейдем Наверное В салон По салону По салону По салону Стоит Троечный Синий Ранний Салон Почему Ранний Потому что У него Вот эти Вставки В середине Велюровые Они То есть Такого Светлого Оттенка А у Позднего Салона Синего Они Темно-синие Вот так что Запомните Разницу Правда Ковер У меня Стоит Не троечный А шестерочный Ну тут По сути Не особо Разница Может Только В этом В этих В ниточках Там Может Какая-то Разница Будет В отверстиях Каких-то Но Он Как бы У меня Уселся Все Ну Лежит Как надо Да У меня Я поставил Топластмасску Поверх Ковра Потому что У ковра Нету Кольца И Он Немножко Разорван Ну Типичная Проблема Для Ковров У Старой Классики Такой Новый Ковер Ну Просто Даже Не новый А в идеальном Состоянии Стоит Ну Минимум Четыре тысячи Рублей А если Там Вообще Прям Изумительный То И все Десять Он может Стоить Но Это Конечно Гон Цена Он На самом деле Не должен Стоять Таких День Хоть Он И да Редкий Но За Идеальное Прям Идеальное Состояние Ну И так Цена Это Прям Край Но Почему Это Некоторые Недореставраторы Продаванные Просто Барыги Пытаются Что-то Всех Обдурить И продавать Максимально Задорого Панелька У меня Уже Стоит Шестерочная Специально Я поставил Шестерочную Под одну Кнопку Мне так Удобнее То есть Одну кнопку Нажал Включил Выключил Свет Не надо Тут Включать Сперва Просто Свет Потом Подсветку На Салон Все Делать Одной Кнопкой Опять же У меня Дворники Уже Ну Более Менее Современные Стоят Без Кнопки То есть Это Завода Так Это Рычаг У меня Уже Завода Стоял А так Вот У ранних Совсем Троек Здесь Третья Кнопка Под Включение Дворников Но Зато Стоит Напольный Омыватель Стоит Борода Магнитола Ну Вырос Под Магнитолу Уже Был Это Просто Поставил Новую Магнитолу Но Колонка У меня Стоит В бороде И Одна Пищалка То есть Максимальный Такой Клин Лук В то же Время И Все Сохранено В Пределах Завода В Родни И так Прочее Да Есть Такие Небольшие Можно сказать Недопонимание Надо Еще Всток 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 Делать Ну Опять же Я Сам Делу Для себя Тому Шилу Всток Здесь Привезти Буквально Один Челчок Пальцев Что Здесь Критичного Я Прям Не Сделал Также Стоят Вот Ранние Родные Карты Синего Цвета Все Четыре Она Конечно Была С Дефектом Вот Та На ней Вот Эта Вот Картонка Внутренняя На Чем Собственно Натя Вот Кожу Вот Обивка На Чем Тянута Он Размок И Его Расплющило Получается Ну Повело Очень Сильно Я Вот Только Этим Летом Сделал Дверную Карту Полностью Вот Только Под Ручку Не Могут Это Хром Колечко Натянуть Потому Что Фанерку Взяли Толстую Так Так У меня Открывается Аккуратненько Двери Пепельницы Я Отполировал Батон Я поставил Пластиковый Потому Что Родные Они Были Порваны Один Был Потерян Вообще Водительский А у меня Как раз Лежал Ну Вообще Так повезло Что я Нашел За гаражами Просто Комплект Новых Батонов Пластиковых Видите Они В каком Охрененном Состоянии То есть Все Ничего Не сломано Нигде Стали Они Как родные То есть Я их поставил Не на саморез А на заклепки В родные места То есть Прям сделал Все по феншую А дверные Карты Там У меня Под ними Спленет Проклеен То есть Двери Так Немножко Зашумлены За Утеплены Можно сказать Стоит Синяя полка Не резана Ничего Даже Не выгоревшая Не выгоревший Диван Тоже ранний Даже Смотрите Заводская Вот эта Вот Пластмасска Чтобы Вот эта Кожа Здесь Она Не Смялась Покупил Корзинку Так Для фетиша Поставил Эва Коврики Тоже Чтобы Это было Все аккуратнее И В цвет Салона Белые Ремни Единственное То что Пришлось Самому Под колхоз Где-то У ковра Не было Вот этих Квадратиков Не знаю Куда Они Постоянно На каких Коврах Дираются Как будто Их Специально Отрывают Пришлось Купить Карпет Покрасить Синей Монтаной Чтобы Ну Закончить Фит Также Стоят Синие Кожурки Все Все По месту Все Я салон Собирал Можно сказать По частям Не можно сказать А так и есть Я его собирал По частям Купил Дверные карты И сиденья У одного Человека Потом Второй комплект Сиденья Съездил В Петербург Поменял На руль Только сиденья И то там Одно было Уже перешито Задний диван Один был Поздний Докупал Отдельно Ковер У нас Тагиль Нашел За 1000 Рублей Вообще Прям Сильно Повезло Мне И Кик Панели Это Вот Эти Вставочки Под Торпедой Называются Они Кик Панели Уже Купил Отдельно На Барахолках Ну А в Принципе Вот Так Вот Все По Синему Салону То есть Собрал Максимально Комплект Синий Салон Правда Ну Не Совсем В Идеальнейшем Состоянии Но Около Того То есть Терпимо Глаз Не режет И Продатель Что Может Будет За Хорошую Цену То есть И Он Проживет Еще Много Единственное Что Я Конечно Хочу Сделать Доработать Его Это Подшить Все Нитки То есть Вот Белые Нитки Все Просто Убрать Отсюда И Заменить Их На Новые Белые Нитки Нормальные Также Видите Есть Такая Небольшая Протертость На Водительском Сидении Тут Восстановить Нитки Потому Что Их Тут Вообще Уже Не Осталось Ну И Также Желтые Заменить На Заднем Диване Установил Я Плафоны Светодиодки Чтоб Когда Ночью Открываешь Дверь В салоне Действительно Было Светло Поставил На Ручки Держание Ну Пассажиров Или Как Тоже Хром Эти Наконечники Все Также Поставил Хром 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 Я Поменял На Свой Отполировал На Плафоны В общем Очень Много Чего По мелочи Сделано Вообще Очень Много Я Заморочился Даже Поставил Даже Поставил Вот Эти Вот Переключатели Воздуховодов Печки Именно На Хром Также Хром Кнопку Поставил Хром Кольца Саргулыча Сюда Поставил Отполировал Тоже Рамочку И Поставил Прикручивый То есть Очень Много Было Проведено Работ Днем Не успел Это Записать Поэтому Сейчас Уже Поздно Вечером Потому Что Села Батарейка Вот Только Телефон Зарядил А Уже Стемнело Ну Думаю Под Вспышку По Старинке Нормально Запишется В принципе Под капоткой Ничего Такого Сверхоестественного Нету Просто Прибрано Более Менее Стоит Распорка В цвет Дисков Моих Летних Тоже Открашена Крышка Вот этот Корпус Вентилятора В порошковую Краску Стоит Нулевик Синий Да И все В принципе Ну и Силикон Да Вот это Тоже Все Силикон Я поставил Там Силикон Сапун Выведен Просто Низ Кстати Мотор Этот Уже Не Родной Мотор Я поменял Родной Мотор У меня Лежит Никуда Я его Не продал Я Скорее всего Даже В планах У меня Поставить Родной Обратно Сюда А этот Продать Потому что Этот Мотор Списанный По сути Ну Как бы Все равно Мотор Есть Мотор Он Троечный Есть Троечный И вот Все равно Никто Проверять Не будет На Жиге Ну Потому что Я уже На себя Переписал Но Все равно Хочется Родной Сюда Поставить А этот Продать Вот Вот Поменял Мотор Купил За 3000 Поменял Сам Чуть Понятно Мне помог Дениска Это Родной Я оставил Родной Перебрали Мне Отдал За 2000 Ну За обслуживание Там За детальки Поменял Кольца Поменял Всякие Вкладыши Там Поменял Сальники И все Ну То есть Обслужил И мне Сказали То что Он вообще В полном Порядке И то есть Действительно Была проблема Именно в Карбюраторе Карбюратор Мне подсунули Просто Ушлепский Ушлеп Заколхоженный Я там Не знаю Как его еще Правильно Назвать Там Неправильно Ставили Жаклеры Они были Даже Еще И перепутаны Они были Еще Здоровые То есть Там вообще Полный Трэш был Это вот Мне Поставили Там Где я Постоянно Обслуживался Раньше Делал Спаржу И тройку Начинал Делать Вот То есть Там Пошли Неполадки И вот Меня Видимо Обдурили Ну Как Видимо Ну Такое Что Обдурили По поводу Карбюра Потому что Вот Я съездил Карбюраторщику Он мне Все настроил Устало Зажигание Просто Ужас Я посмотрел На этот Карбюратор Полностью Его Перебрал Очистил И настроил То есть Все У меня Машина Прям летает Как Новенькая Можно даже Так сказать Так же Устало Зажигание Зажигание Тоже Там Было Неправильно Выставлено Ну Как Мог Так Я Делал Ее Мне Неоднократно Тоже Помогали Ее Настраивать Помогали В прошлом И стояло Просто Мертвым Грузом Вот Ровно Год назад Вот Как Это все Попели Началось С машины Так Она Ну В принципе К началу Лета Успел Я закончить Все Лето Просто Катался Посещал Там Какие Да Никакие Мероприятия Которые Были Потому Что Коронавирус И Дела Так Что Продолжаем Дальше Красный Антифриз Тут Тоже Вот Так Вот Все у меня Прибрано Да Остались Дырки Всякие От Старых Рылюшек В принципе Вот Более Менее Компактно Все Сделал Я Вот Все Разложил Так То Вообще В планах Сделать Полный Клин Лук Но Опять Хочется Хочется Оставить В стоке Проводку Все Как бы Что Ну Все Максимально Вроднее Было Хотя Тут Уже По сути Все Десять Раз Я Перебрал Перековырял Вот Горит Даже Лампочка Есть У меня Тут Остается Конечно Это Поменять Центральный Тормозной Цилиндр Он Единственный Тут Старый Остался Все Остальное Либо Перебрано Очищено Вымото Менял Даже Недавно Помпу Уже Вот Тут Тоже Все Силикон На Печку Стоит Вот Тут Все Силикон Новая Помпа Поставил Потому Что Я Вот Буквально Недавно На днях Убил Помпу Потому Что Ездил На Воде Вот За Косарь Нашел Новую Магазин И купил За Качеством Не Гдался Поэтому Купил Самую Простую И Ходит Вполне Хорошо Гоняет Машина Вообще Даже Не Греется Аккумулятор Здесь Конечно Дохрена Большой Дохрена Мощный Для нее Это 75 У меня С 11 Я снял Его Сюда Надо Просто Все Новый Не могу Купить Аккумулятор По размеру Поменьше Но Зато Всегда Заводит С Пол Оборота По Сути Все Вот Прибран Родная Шуба Табличка Все Вмовили Как бы В этом Старом Я не стал Жестить Вот в этом месте Только с той стороны Уже Просто начала Просачиваться вода Прям в ноги Капать И в итоге У меня Подзатапливало Пол Ну и опять же Я сверлил пороги Снизу Потому что У меня было Сточных отверстий Тоже У меня вся вода Которая стекала С крыши Здесь попадала Либо через двери Оставалась полностью В порогах И все из порогов Это где-то Ну вот Не знаю Если не соврать Может сантиметр Точно воды Было В порогах Вот она Переливалась В салон Вот недавно Тоже все Вскрывал Просушивал Проклеивал Срулил отверстия Омавилил Чтобы это все Утекало Но вроде Пока все сухо Я проверял Сколько езжу Ну все Как бы Вот такой был Обзор моей тройки Да Спонтанно Так получилось Снять Потому что Времени просто Не хватает Темнеет сейчас Рано Да и рассказывать В принципе Особо нечего Все что смог Рассказал я про нее Вот Что себе представляет Ну делаю Занимаюсь потихоньку Правда сейчас уже В ближайшие полгода Будет точно не до нее Вот я сделал ее Сейчас доделаю Одиннадцатую И ухожу на покой По крайней мере Видосы наверное Буду снимать Но уже по другой тематике Сейчас я думаю Успею записать еще пару видосов По одиннадцатой Довольно таки Интересных я думаю Вот Ну а так все Не теряйте Заходите обязательно В мою группу Вконтакте То есть она еще жива Я туда постоянно Заливаю фотки По машинам Что с ними я делаю Всякие пенячки Всякие планы То есть все 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 Можете найти в альбомах группы Все что Я заливаю на канал Заливаю к себе в группу Сразу же Также дублирую что-то В инстаграме Обязательно подписывайтесь Еще на инстаграм И наверное Этот пар уже надоел В камеру лететь Ну а что поделать Холодно Вот такая была тройка С вами был Серега Везде подписывайтесь Увидимся в следующем видео До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok